Ключевым кирпичом для нашей теоремы служит лемма о кузнечиках. Лемма о кузнечике. В траве сидел кузнечик. Звучит эта лемма так. Можно, конечно, математически сформулировать, но это будет неинтересно. Поэтому мы ее сформулируем так. Пусть у кузнечика две ноги или лапы. Прыжок с левой ноги всегда на а шагов. Ну, на а единицы. Единицы. Измерения. С правой всегда на б. Можно и в одну и другую сторону прыгать. То есть с левой ноги можно и налево и направо прыгнуть, но всегда будет на а шагов только прыжок. И с правой ноги тоже. Вы можете прыгать хоть направо, хоть налево по прямой линии. Но всегда на б. Ну, давайте нарисуем эту ситуацию. Вот он находится исходно в точке 0. Может прыг в а. Прыг в а. Прыг в еще раз а. Если два раза назад и сюда, может еще прыгнуть в а. Ну, также может и в б. А. Там можно. На б. Еще на б. Да. Вот. Тогда. Множество. Множество точек попадания, то есть всех точек, куда он может попасть, каким-то образом пропрыгав несколько раз туда, несколько раз обратно. Множество всех точек попадания равно множеству dz, уже знакомому нам, некоторой подгруппе, группы z, при некотором d. Итак, что это лема утверждает? Ну, вроде бы, смотрите, мы взяли этого кузнечка, он начинает прыгать на а, потом на b, потом еще на а сюда, на b сюда, на b несколько раз сюда, потом на а несколько раз сюда. Это, ну, казалось бы, множество точек попадания, какое-то довольно сложное множество. А. Ну, давайте его, как мы его характеризуем? Это множество вот такого вида, а плюс а так далее и плюс а. Ну, и, может быть, влево он прыгал все это, а может, вправо, да? А также, значит, сколько-то раз на b тоже, возможно, это влево было, возможно, вправо. Не, ну, если он, скажем, на а прыгнул влево, а потом вправо, то это, ну, как бы сократилось, да, эти прыжки сократились. Поэтому окончательно результат его действий зависит только от того, сколько раз он прыгнул в одну и ту же сторону на одной ноге и сколько раз, ну, там, возможно, в другую сторону или в ту же самую сторону на другой ноге. Вот. Вот это множество точек попадания, или можно так написать совсем математически, множество всех кратных а плюс каких-то кратных b. То есть, какое-то кратное а плюс, какое-то, возможно, другое кратное b, где m и n, и это просто какие-то целые числа. Вот это множество, оказывается, всегда совпадает дословно, да, дословно, поточечно совпадает с множеством кратных просто какого-то одного и того же числа d. Иными словами, можно отрезать ему обе ноги и приделать одну ногу, которая скачет на d. И от этого его возможности скакать никаким образом не будут изменены, не сокращены, не дополнены. Вот. Вот это вот теорема, которую мы будем сейчас доказывать. И прием доказательства будет нам уже знаком. Потому что именно таким способом мы доказывали, что все подгруппы целых чисел имеют такой вид. А сейчас, ну, проведем очень похожее рассуждение. Так. Доказательства. Доказательства. Продолжение следует...